Да, друзья, я так понимаю, что автоматически у нас финалистом стал Максим Хромцов. По каким причинам чемпион мира Масуда Хаджиза Варех не появился, не знаю. Но мы переходим ко второму полуфиналу. Великолепное настроение у нас. Это Никита Рапалович Узбекистан, серебряный призер Челябинского прошлого чемпионата мира. И его соперник Кайрата Саримсаков из сборной Казахстана. Наши соседи будут биться за вторую путевку в финал. Ну а первая, похоже, достается россиянину. Вот так вот сенсационно Максим Хромцов выходит в финал чемпионата мира. И что самое приятное для нас, у нас уже есть минимум серебряная награда. Это великолепный результат. Только второй лишь медальный день у нас в Южной Корее идет чемпионат мира. Ну что ж, с нетерпением будем ждать второй части нашего прямого эфира, где состоится, в рамках которого состоится финал у мужчин в этом весе до 74 килограммов, где мы увидим Максима Хромцова в финале. Я жду информации, проверяю постоянно в режиме онлайн свой компьютер, чтобы понять, что стряслось с Масудом Хаджизаварехом. Но накануне все было в порядке. Все бои он с размахом таким присущим чемпиону выиграл. Никакой травмой речи не шло. Может быть, какой-то рецидив неизвестно. Но обязательно буду держать вас в курсе событий. Собчу по каким причинам не вышел на полуфинал Масуд Хаджизаварех. Нам представили уже Никиту Рафаловича, 24-летнего, уже очень опытного спортсмена сборной Узбекистана. Его соперник Хайрат Саримсак тоже появился. Вот так вот прошелся по соперникам. 16-5, 25-4, 23-3, 15-7. Никита Рафалович, очень сильный спортсмен. Вообще сборная Узбекистана очень хорошая, перспективная. Не стоит забывать, что лидером дрового рейтинга в тяжеловесах был другой представитель Узбекистана, который не смог, правда, выиграть медаль в Рио-де-Жанейро. Есть во всех сборных тонкости, нюансы, в том числе и в психологии. Я имею в виду, конечно же, Дмитрия Шокина. Тяжеловесы из сборной Узбекистана, да, были большие надежды на этого спортсмена в Рио-де-Жанейро, но он остался лишь четвертый. Рафалович синим протекторе слева. Саримсаков из Казахстана в красном справа. Сейчас спиной к нам. Полуфинал у мужчин стартовал. Хороший удар из правой стойки, левая бьющая у представителей Казахстана, но пока лишь вскользь по жилету прошел этот удар. Вот эти официальный сайт Чемпионата мира 2017 в городе Муджу говорит о том, что снялся Масуд Хаджеварех, но причина пока не уточняется. Но здесь только может быть одно. Почувствовал недобогание, либо, как я предположил разумно, рецидив травмы. Вообще у иранских лидеров в более тяжелых весовых категориях целая проблема с травмированными. Особенно была в олимпийском прошлом цикле. Это касается весовой категории Алексея Денисенко. И весовой категории, о которой мы говорим сейчас, до 74 килограммов. Ну что ж, мы тогда желаем скорейшего выздоровления Масуду Хаджевареху. Ну и, конечно же, очень радуемся за то, что Максим Хромцов, пускай и без боя, вышел в финал. В любом случае он заслужил это теми своими поединками, которые он великолепно провел накануне в предварительных соревнованиях. Там у него были тоже очень сильные соперники. И испанец, и малазиец, если я не ошибаюсь. Поэтому теперь нужно настраиваться на финал, а соперник определяется вот здесь. Саремсаков, либо Рапалович. Счет наконец-то открыт. Новая система подсчетов очков никаким образом не влияет на манеру ведения боя. Оба пропагандируют защитное Тхэквондо. Отсюда и такой щекотливый, скользкий счет 1-0. На дистанции держат друг друга. Он же уже дважды рефери призывал активно идти на контакт, пригрозив нарушение. Но в итоге 1-0, Рафалович фаворит этого полуфинала, и он впереди. КОНЕЦ По-прежнему нет официальной информации. Соперник Максима Хромцова, подживарех, действующий чемпион мира. Ну, уже, получается, он снял свои полномочия. Себя будет новый чемпион мира. Весить до 74 килограммов сегодня. И это точно будет не иранский тхэквондист. Это либо россиянин, либо кто-то из этих двух парней. Ростовый Рафалович в синем протекторе, представитель Узбекистана, и казах Сарымсаков, он в красном. Мы видим, что в случае пассивного ведения боя, которое сейчас и происходит в этом полуфинале, решающим фактором становится как раз Фу, который назначает рейпери. Потому что, если раньше можно было считать свои карточки, да, и тактически уклоняться от ведения боя, например, даже выходя за пределы восьмоугольника, то сейчас это сразу минус балл, минус второй балл. И вот сейчас, как раз за счет этих нарушений, Рафалович вышел вперед, но как-то сильно поверил в себя. И очень уверенность быстро переросла в самую уверенность. И из-за этого Сарымсаков наказал Рафаловича. Два удара с разворота, да, не по голове, но по два очка. И вместо 1-3 уже 5-3. Сарымсаков открытием, пожалуй, открытием. Так назовем этого представителя сборной Казахстана на нынешнем мундиале. Выходит вперед. И во втором раунде уже задает тон он, а не Рафалович. Болезненный удар здесь в бедро получил Никита. Пожали друг другу руки. Так извинился Казах. Конечно же, ненарочно. Он вел атаку в левый корпус с правой стойки. И, конечно же, не специально это сделал. Ну и теперь Рафаловичу нужно отыгрываться. Он из тех спортсменов, которые привыкли держать все в своих руках, весь бой, контролировать ситуацию. А сейчас приходится догонять. Причем уже всего лишь 20 секунд до конца этого раунда. Ну, вы знаете, вчера мужское тхэквондо было действительно ярче и интереснее, чем женское. Ну, не обижая девушек, особенно полуфиналы и финалы были действительно роскошными у мужчин. Чего только стоит трехкратный чемпион мира из Кореи. Его выступление Тайхун Ким. Он великолепные бои вчера провел, особенно финал против Армина Хадипура из Ирана 10-6. А вот сегодня, друзья, женское тхэквондо пока что по красоте опережает мужское. Понятно, что мы один полуфинал не увидели из технических моментов, связанных с травмой иранского спортсмена. Хаджива Ореха. А вот в этом полуфинале такого яркого боя, который мы видели вчера у мужчин, мы, к сожалению, не видим. Опять же, здесь, наверное, нет вины ни Рафаловича, ни его соперника Кайрата Саримсакова из Казахстана. Все-таки перед каждым стоит конкретная задача выйти в финал. И вот это преобладает над красотой задача, схема на бой. Поэтому и очень упорная борьба. 6-5 впереди. Теперь уже Рафалович. Он в конце второго раунда сумел отыграться, но ни о чем это еще не говорит. В третьем раунде может что угодно произойти. И Саримсаков себя проявил великолепно во втором раунде. Опять держит на дистанции. Так раскачивает соперника Никита Рафалович. И ждет ошибки. Не думаю, что в третьем раунде вот в такие кошки-мышки стоит играть с представителем Казахстана. Он уже дал понять, что в любой момент готов нанести разящую атаку. Причем, смотрите, как низко прогибается Казах. Ищет он пути, будучи менее роллсом спортсменом, чем соперник. Чтобы отпружинили ноги. И атаку вести, конечно, на корпус до головы не дотянется. Но так он уже заработал сегодня. 4 очка Саримсак. Смотрим, что будет делать сейчас казахский мастер. Он отстает. Счет второго раунда пока сохраняется. В третьем результативных атак мы еще не увидели. Но по движению лучше Рафалович. Одну конкретную атаку выцеливает Казах. Рафалович легко перемещается с левой рабочей ноги на правую опорную. И готов и ответить, и выйти вперед. Но сейчас любопытный момент произошел. Наткнулся на ногу Саримсакова Рафалович на этом встречном движении. И сенсоры, датчики сработали. Саримсакова начислили 2 балла. Вот так вот неожиданно поменялась картина. Теперь Казах впереди. 8-6. Какая интрига, а? Два равных соперника, пусть и более именитая и опытная Никита Рафалович. Но новая система подсчета в очков. Что как раз и придумана для соперников, которые, для фиквалистов, которые, может быть, по классу немножечко уступают. Но с характером и с львиным сердцем идут на каждый бой. Вот как раз Саримсаков из такой плеяды. За счет характера, за счет воли к победе он отдает бой Рафаловичу. Никита сравнял тем временем счет 8-8. Но львиная доля очков для Рафаловича, она добыта за счет нарушений соперника. Счет 1-5 об этом сигнализирует. И первый видеоповтор. Посмотрим, что хотят здесь проверить. Здесь, я так понимаю, представители сборной Казахстана. Красная карточка сейчас в руках центрального рефери. Видеоповтор на голову атаки, я так понимаю. Мы слышим русскую речь. Давай, Никита, давай. Это все поклонники сборной Узбекистана. Вы знаете, с точки зрения сил, которые потратил Исар Мсаков, и Рафалович на этот полуфинал. Да, результативного движения не было. Счет прежний. Но теперь уже видеоповтора не будет у представителей Казахстана. Они лишились этой привилегии. Это был способ и время потянуть, и правду доказать. Так вот, сколько сил потратил Исар Мсаков и Рафалович. И не важно, кто из них выйдет в финал к Хромцову. Но оба будут в менее выгодном положении. Потому что потратили они очень много сил на этот полуфинал, который не закончился в третьем раунде. Друзья, счет 8-8. И мы будем смотреть золотой раунд, в котором борьба, я напоминаю тем, прежде всего, кто впервые смотрит Хэгбандау, пойдет уже до первого точного попадания. Неважно, на голову атака, на корпус, либо это штрафной балл. Здесь первое мутативное движение будет оценено как победа суммарная в этом сражении. Оба устали, оба отдали все силы полуфиналу. Буквально будет минут 20 до финала против Хромцова. И здесь у Максима есть преимущество именно физической готовности. Может быть, кто-то скажет, что он не в тонусе после вчерашней паузы. Да, соревнования для него завершились вчера, почти уже как сутки назад. Сегодня боя против Франции не было. Автоматический выход в финал. Но, вы знаете, это, мне кажется, лучше, чем потратить все силы и выйти на финал. Посмотрите, как тяжело дышит сейчас Рафалович. Как тяжело дышит его соперник. Оба устали. Есть определенный маленький плюсик у Максима Хромцова, нашего молодого, талантливого спортсмена, который уже серебряный призер чемпионата мира. Даже не верится, но это факт. И очень скоро он официально превратится в медаль. Ну что ж, четвертый золотой раунд. И он заканчивается на 15-й секунде. Добывает победу Никита Рафалович. Вы знаете, не дал даже вздохнуть спокойно он казаху. Сарамсакову левой ногой пошел. Причем пошел очень хорошо, без риска, без опасения, что в контратаке накажет его казах. Жмут руки друг к другу. Действительно, равный бой. Хороший полуфинал, в котором сильнее оказался Никита Рафалович. Друзья, мы ждем финальной сессии. И женский финал, и мужской в прямом эфире вам покажем. А пока еще одна короткая пауза у нас в этом эфире.